Дагестанские борцы продолжают свой тренировочный сбор. В эти дни команда готовится к чемпионату России, который стартует 23 июня в республике Тыба. Тренировочный сбор проходит на базе Анжи-Арены в Каспийске. Продолжение темы сюжет Курбана Рагимова. Техника, трудолюбие и чемпионский характер. С марта этого года лидеры мировой борьбы лишены права участвовать в международных соревнованиях. Несмотря на это, команда дагестанских вольников сохраняет оптимизм и боевой настрой. Впереди главный старт сезона. До начала чемпионата России в Кызыле остается две недели. Ребята понимают, что этот старт необходим и надо в составе сборной находиться. В любой момент это может все измениться и открыться дорога к чемпионату мира, Европы. Да, понимают ребята, что в этом году они уже никуда не попадут. В большей степени мы потеряли то, что наши ребята не могут. Ну и в целом вся борьба потеряла, что такие ребята там, скажем, Кадим Агамедов, Сааду Лаев, ну имена яркие борцы там, кругли, что вот такие борцы не могут свою красоту, красоту борьбы показать. Я думаю, в целом мировая борьба потеряла. В столице Тувы команду из Дагестана представят 70 человек. В обойме лидеры сборной, медалисты Олимпийских игр и чемпионатов мира. Для Гаджумрада Рашидова этот старт станет первым после Токио. Я там тренировался, поддерживал форму, но как-то не получалось выйти. Перед Ярекинским заболел, думал, после Ярекинского сделаю старт. Ну, видите, сейчас такие обстоятельства, и пришлось пока поддерживать форму и ждать чемпионата России. Твоя цель в больной борьбе? Стать олимпийский чемпионат. То есть третье место – это не предел в устранстве? Я иду до конца. Если мне суждено, я, иншалла, добьюсь. Если нет, тоже, алхамдуля, то, что Сивишни дал всего этого. Чемпион мира стал призеранным. Тоже довольны. На ковре острая конкуренция, а за ним – дружба или, как минимум, уважение. Все это не мешает вольникам показывать бескомпромиссную борьбу в очных встречах. В Кызеле спортсмены будут выяснять отношения в споре за самые высокие места. Все отдаются по полной. Вот приехали наши братья тоже помогать нам в подготовке. Тоже Кадимагамедов, Кайсанов, они помогают в подготовке. Ну, обстановка очень такая теплая, братская, хорошая обстановка. Схватки всегда такие, до конца мы выкладываемся. И тем интереснее, когда твой конкурент, и тебе хочется, не хочется, приходится выкладываться. Там не даешь себе поблажек. И тренировка удается очень даже хорошая, благотворная. Спаррик-партнеры тоже хорошие. Столько чемпионов мира, призеры, олимпийские чемпионы в одном зале. Да, конечно, для нас, в первую очередь, мотивация, чтобы мы равнялись на них. С кем больше всего нравится работать? Ну, у меня такое место, что со всеми очень приятно работать. От кого-то я учусь, кто-то от меня учится, и вот так набираем. Тренировочный сбор на базе Анжа-арены продлится еще 10 дней. Все это время вольники будут больше работать на ковре, оттачивать технику и тактику. Чемпионат России в республике Тыва пройдет с 23 по 26 июня. Курбан Рагимов, Юнус Гитехмаев и Магомед Сагитилов, телеканал ННТ, Каспийск.